Известный американский ученый и политик Бенджамин Франклин однажды сказал, торговля не разорила еще ни одного народа. К этому высказываю нечего добавить, разве только то, что развитие и процветание торговых отношений это залог экономического и социального благополучия общества. В Славянском районе такое социальное благополучие создают предприятия малого и среднего бизнеса. В конце июля представители торговли отмечают свой профессиональный праздник. Экономику района, края и даже страны невозможно представить без деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Почти четверть населения Кубани сегодня работает в потребительской сфере. Они обеспечивают население товарами и услугами, создают новые рабочие места, платят налоги в бюджеты всех уровней. Одним словом, принимают активное и непосредственное участие в социально-экономическом развитии территории, на которой работают. На торжественный прием к главе района были приглашены представители практически всех сфер потребительского рынка, индивидуальные предприниматели, директора магазинов, представители крупных торговых сетей, заведующие кафе. Словом, все те, кто своим ежедневным трудом делает нашу жизнь комфортнее. Дорогие служеники торговли, по-другому я не скажу, потому что вот этот праздник, кто хоть когда-нибудь сталкивался с торговлей, тот знает, что такое торговля. Это такой труд тяжелый. Это с раннего утра и до позднего вечера. Сегодня большая конкуренция. Сегодня очень тяжело выжить на рынке. Но вы все равно совершенствуетесь, вы все равно выживаете. Спасибо вам, вокруг вас коллективы, люди. Это большое дело занятость, это социально напряженность снимает. Ну и, конечно же, для нас очень приятно, что вы платите налоги. Платите налоги, это развивается территорией. Хочется пожелать вам, чтобы у вас все было хорошо, поменьше конкурентов, чтобы хорошо развивались. В числе приглашенных на прием была индивидуальный предприниматель, руководитель кафе «Курини» станица Анастасиевская Рита Рычек. В сфере общественного питания Рита Владимировна работает 14 лет. Секрет успешности своего дела видит в любви к профессии, к своей малой родине и людям здесь живущим. Вы можете быть в тренде, то есть угадать товар, наименование товара, количество, его качество. Но индивидуальный подход, ребята, любовь. Самое главное сегодня – это любовь к людям. Если вы будете их любить, если вы будете дорожить каждым клиентам, знать изюминку этого товара, победа будет за вами. Представители сферы торговли принимают активное участие в жизни города и района. Руководитель оптово-розничного предприятия Сергей Моисеев ежегодно оказывает спонсорскую помощь многодетным семьям, детям-инвалидам, ветеранам войны и труда, комитету солдатских матерей, детскому центру развития творчества. За собственные средства построил социальный торговый ряд, где пенсионеры могут реализовывать излишки сельхозпродукции. Главным в своей работе считает внимательно относиться не только к качеству реализуемого товара, но и к людям, его приобретающим. Любой бизнес должен быть социально ответственным. Очень приятно нам, предпринимателям, видеть то, что нашу работу замечает администрация города, района. И нам приятно, что нас поздравляют, нас видят, нас ценят. И мы всегда рука об руку работаем вместе. Во время общения участники приема поделились опытом, новыми планами в торговой деятельности, внесли свои предложения по дальнейшему развитию комфортной среды в населенных пунктах района, в которой современная торговля играет важную роль. В завершении встречи каждому ее участнику было вручено благодарственное письмо за добросовестный труд и памятный подарок. Анна Монастыренко, Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».